Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Викторович, как всегда, блестяще осветил основные принципы иммуноонкологии и один препарат первой группы ипилимумаб, который работает на первой фазе реализации иммунного ответа на этапе активации Т-лимфоцитов, на этапе презентирования антигенов. Мы поговорим о второй группе препаратов, работающих уже на эффекторной стадии реализации иммунного ответа, на стадии микроокружения опухоли. Это препараты направлены на блокаду PD-1. PD-1 – это негативный регуляторный рецептор, который экспрессируется на поверхности активированного Т-лимфоцита, при его контакте, вернее, он экспрессируется, и при контакте с опухолевой клеткой, при взаимодействии с легандами, которые находятся на поверхности опухолевых клеток, происходит его инактивация. И таким образом контакт этого PD-1 и леганда, находящегося на поверхности опухолевой клетки, и клетки микроокружения подавляет активность Т-лимфоцита, запускает его павтос, и таким образом противоопухолевый цитоксический иммунный ответ не реализуется. А если же мы блокируем эти рецепторы, PD-1 в частности, с помощью антитела, о которых мы будем говорить, то мы таким образом прервём это патологическое взаимодействие и реактивируем противоопухолевый иммунный ответ. Ну и основные препараты, которые зарегистрированы в мире, в России пока они не зарегистрированы, это неволумаб и пембролизумаб. Мы о них и будем сейчас более детально говорить. Ну, здесь большая лекция будет с ландольной, посвящённой осложнениям этих препаратов. Ну, Алексей Витальевич уже затрагивал, что иммунопоследованные осложнения, которые затрагивают практически все жизненно важные системы и органы. Ну, чуть ниже, наверное, спектр, не спектр, а выраженность осложнений у блокаторов PD-1 по сравнению с эпилемумабом. И какие же основные исследования проведены в отношении этих препаратов, которые подтверждают их высокую эффективность. Постараюсь их симпатизировать по таким поразделам, наверное, для удобства восприятия. Конечно же, любые новые препараты в первую очередь сравниваются с уже существующими. Ну, исторически получилось, что эпилемумаб первый вошёл в клинические испытания и в рутинную практику. И, конечно же, препараты этой группы изначально исследовались у больных, которые уже получали эпилемумаб и прогрессировали или на фонитерапии эпилемумабом, или по её окончанию. Ну, основные исследования, посвящённые пембролизумабу и эпилемумабу, мы как раз рассмотрим. Исследование КИНОТ-002 – это сравнение пембролизумаба с химиотерапией у больных, которые, как я уже говорила, прогрессировали после назначения эпилемумаба. Химиотерапия допускалась любая на выбор врача. Это стандартный и декорбозин, и токсаны, и комбинация с корруплатином. На пембролизумаб две группы были сформированы с двумя дозовыми уровнями – 2 и 10 мг на кг веса. Лечение проводилось препаратами пембролизумабом до прогрессирования или до непереносимой токсичности. И допускался переход пациентов, прогрессировавших на фоне химиотерапии, в группу иммунотерапии пембролизумабом. Какие данные мы получили? Частота ответственных ответов. Уже мы сразу видим значительную разницу. В 5-6 раз эффективность пембролизумаба, независимо от дозы, выше, чем химиотерапия. И, что важно, длительность ответов тоже разительно отличается. Примерно в 3 раза, время без прогрессирования в течение 6 месяцев у пациентов, получавших пембролизумаб, отчетливо отмечается. Причем, еще раз напомню, что вне зависимости от уровня дозы пембролизумаба, эффективность и длительность эффектов прослеживается и сохраняется. Аналогичное исследование было проведено для неволумаба. Это таблица такая обобщенная, это непрямое сравнение двух препаратов. Тоже мы видим, у пациентов, получавших эпилюмаб и прогрессировавших после ледотерапии, неволумаб обеспечивает эффективность у 30% пациентов. Это полные частичные регрессы. Конечно же, таких эффектов при проведении химиотерапии во второй линии мы не наблюдаем. И что важно, у пациентов, получавших эти препараты, токсичность лечения была ниже по сравнению с химиотерапией, несмотря на те иммунопосредственные осложнения 3-4 степени, которые тоже могут быть. Но в любом случае, токсичность терапии, она значительно более была благоприятна, чем при применении цитостатиков. Разумеется, высокоэффективные препараты смещаются на более ранние этапы терапии. И поэтому изучение в качестве первой линии терапии также было проведено. И основные исследования в отношении неволумаба, это исследование ЧЕК МЭИ-066, неволумаб в сравнении с докорбазином, который до недавнего времени был золотым стандартом лекарственной терапии. Стандартная процедура рантомизации, большие группы пациентов, и лечение неволумабом проводилось также до прогрессирования или до непереносимой токсичности. Ну и основные цели этих исследований иммуно-онкологических, мы видим влияние на общую выживаемость. То есть, в принципе, те цели, которые, наверное, практически недостижимы у нас были раньше при проведении лекарственной терапии другими препаратами, цитостатиками в первую очередь. Разница в объективных ответах очевидна. 13% для токорбазина, 40% для неволумаба. Длительность эффектов также почти в 2,5 раза выше, чем при проведении химиотерапии. И влияние на общую выживаемость. То есть, то, что хотим мы добиться, мы с помощью этих препаратов реализуем наши ожидания. Мы видим, что для токорбазина медиана общей выживаемости достигнута. Она, скажем так, ожидаемо не превышает года. Мы знаем, что пациенты, к сожалению, на проведении химиотерапии живут, медианы их выживаемости не превышают годичный рубеж. А для неволумаба при двухлетнем наблюдении медиана еще не достигнута. То есть, мы видим, что почти 60% пациентов переживают двухлетний рубеж. Но это, конечно же, бесспорное достижение препаратов этой группы. Как лучше применять эти препараты, уже вопрос затрагивал Алексей Викторович в предыдущем докладе. С чего он начинает лечение? Ипилимумаб, ингибиторы ПД-1, комбинировать эти препараты. Также проведены клинические исследования в этой области. Доследование CheckMate 0,67. Три группы сопоставимые пациентов были сформированы. Пациенты получали или эпилимумаб, или неволумаб, или комбинацию препаратов. Ну, в принципе, довольно красновечивые, скажем так, графики. Мы видим, что длительность эффекта, бесспорное преимущество в пользу ингибитора ПД-1, неволумаба, и комбинации с эпилимумабом. Практически медиана времени до прогрессирования на фоне комбинации достигает года. То есть пациенты в течение года не имеют признаков рецидива и прогрессирования заболеваний. Большая эффективность комбинации отражается и в частоте объясненных ответов. Смотрите, какой высокий показатель полных регрессов. То есть у каждого десятого пациента, страдающего десеминированной меланомой кожи, отмечается полный регресс на фоне применения и неволумаба, и комбинации. И длительность эффектов, также я уже говорила, она высока. Если мы говорим о любом эффективном препарате, первый вопрос, насколько токсичный, насколько переносимый для пациента этот режим. Наиболее благоприятный профиль токсичности у неволумаба. Мы видим частоту осложнений 3-4 степени около 8% пациентов. И, конечно же, заведомо ожидаемо высокая частота осложнений в комбинации препаратов. Поэтому, разумеется, такие режимы должны проводиться опытными специалистами в специализированных центрах, где возможно оказание уже мультидисциплинарной помощи с участием и гастроэнтерологов, и пульмонологов. Об этом Светлана Анатольевна будет говорить в спектре токсичности. То есть, конечно же, это лечение серьезное и требующее очень тщательной коллекции осложнений в том числе. Ну, что интересно, сейчас по обобщенным данным, данным, касающимся многих исследований, от 45 до 75% больных, получавших иммунотерапию, в частности, с ингибитором ПД1, завершили лечение из-за токсичности. То есть, процент пациентов, выбывающих из лечебного процесса из-за осложнений, довольно высок. Но, посмотрите, у 70% больных, которые завершили лечение из-за токсичности, у них достигнут объективный ответ. То есть, здесь сам факт запуска иммунной системы, ее реактивации, он имеет принципиальное значение. Как раз вопрос о длительности лечения тоже, наверное, принципиален. Какая доза, какой срок необходим для активации защитных сил, скажем так, иммунной системы, для того, чтобы эффект уже был реализован. Может быть, нам не нужно лечить пациентов так долго, до неприносимой токсичности, или в течение двух лет, как по рекомендациям некоторым. Может быть, достаточно определенного, менее токсичного, менее длительного, более короткого срока лечения, чтобы уже эффект был реализован. Исследования, ну, исследования здесь первой фазы, это нерандомизированные исследования, пембролизумаб в сочетании с эпилемумабом. Здесь как раз-таки исследования посвящены безопасности лечения. Это исследования дозового уровня обоих препаратов. И также, конечно же, и оценка эффективности. Ну, по большому счету, профиль токсичности этой комбинации тоже оказался управляемым. Большинство пациентов получили и все необходимые четыре дозы эпилемумаба, и летальных исходов, к счастью, не было, и высокая частота объективных ответов. То есть комбинация, конечно же, она, ну, скажем так, уже заведомо высокую ожидаемую частоту эффектов. Практически у 60% больных мы можем получить. Длительность эффектов тоже отчетливая. В течение 6 месяцев большинство пациентов проживает без признаков прогрессирования. Исследование КИНОТ-006 – это уже сравнение пембролизумаба и эпилемумаба, прямое сравнение в рамках рандомизированного исследования. Здесь пембролизумаб используется в одной дозе, но, скажем так, плотность дозы различна. Каждые 2 недели или каждые 3 недели пациенты получали пембролизумаб. В группе эпилемумаба стандартные 4 введения препарата, и допускалось при развитии прогрессирования на фоне эпилемаба переход в группу терапии пембролизумабом. Также проводилось лечение до прогрессирования или до развития непереносимой токсичности. Мы видим преимущество пембролизумаба просто при прямом сравнении в отношении, по сравнению с эпилемумабом практически в 3 раза выше частота объективных ответов, причем плотность дозы не имеет значения. На 2-недельном режиме введения, на 3-недельном мы видим практически сопоставимую, достигающую 40% практически частоту объективных ответов. Полный регресс – 12-13% – это, конечно же, очень показательно. И здесь данные уже о длительности эффекта. К сожалению, пемболизумаб здесь, наверное, мы не назовем его аутсайдером, но мы видим, что он уступает, к сожалению, в длительности эффекта. И еще недавно, до полуторагодичного наблюдения пациентов, еще не достигало даже медиана общей выживаемости. В этом году на АСКО представлены данные уже о медиане общей выживаемости. Для больных, получавших эпилемумаб, оно достигнуто 16 месяцев, а для больных, получавших пембролизумаб, медиана пока еще не достигнута. То есть, заведомо пациенты уже переживают двухлетний рубеж в большем своем числе. И, что тоже интересно, тоже в этом году было представлено, какой процент пациентов достигает эффекта при получении того или другого препарата. Группы в этих режимах лечения около 250 человек. И мы видим, что из этих групп больные, получавшие пембролизумаб, и каждые две недели, и каждые три недели, практически у половины пациентов был достигнут эффект. То есть, 100 примерно пациентов в каждой группе. Эпилемумаб также больше 250 пациентов было в этой группе, но достигло эффекта всего 37 больных. То есть, в принципе, ожидаемое количество пациентов, у которых мы получим эффект, при проведении терапии эпилемумаб ниже, примерно в три раза. Но если эффект достигнут и на пембролизумабе, и на эпилемумабе, длительность эффектов сопоставима. То есть, самое главное, нам всё-таки запустить иммунную систему, реактивировать её, и в этом случае эффект будет довольно продолжительным на обоих вариантах, на обоих типах иммуно-алкологической терапии. Ну и выводы, которые делают авторы при прямом сравнении, ещё раз напомню, пембролизумаба и неволумаба, что пембролизумаб, мы видим, обеспечивает более длительную общую выживаемость по сравнению с эпилемумабом. Также тенденция прослеживается в отношении неволумаба, мы об этом уже говорили. Медиана общей выживаемости при медиане наблюдения в два года ещё не достигнута. Через два года наблюдения треть пациентов живы, без признаков прогрессирования. То есть, это, конечно же, бесспорные такие преимущества, которые, наверное, революционные. Не сказать, мы уже повторяли это слово, но, наверное, это ещё раз придётся подтвердить. И профиль токсичности для препаратов этой группы, и для пембролизумаба, и для неволумаба, по сравнению с эпилемабом, конечно же, более благоприятный. Здесь в качестве примера это клиническое наблюдение нашего отделения, Алексей Витальевич Новик, Светлана Анатольевна Проценко. Здесь интересен ещё не только выраженность эффекта, но и сроки наступления. В отличие от эпилемаба, о котором мы говорили, о том, что мы всё-таки довольно длительное время должны посвятить ожиданию эффекта, для препаратов, блокирующих ПД-1, эффект в ряде случаев наступает довольно быстро. И в этом ситуации больной десимированы меланомы с поражением внутренних органов, прогрессировавшей после терапии пембролизумабом, довольно тяжёлыми клиническими симптомами, отражающими поражение печени и почек, и лёгочной ткани, уже через 3-4 недели от начала терапии пембролизумабом отмечен был выраженный клинический эффект в виде купирования части симптоматики. А через 8 недель лечения был просто достигнут уже объективный ответ, который сохранялся в течение достаточно длительного времени. И вопрос, о котором несколько говорил Алексей Викторович, это вопрос о оптимальной последовательности применения препаратов этой группы. Прямое сравнение, исследование второй фазы, исследование Checkmate 0,64, в котором сформированы две группы пациентов, получавших изначально неволумаб с последующим переходом на ипелемумаб или начинающего лечения с ипелемумаба с последующим переходом на неволумаб. Все пациенты после завершения этих индукционных фаз в дальнейшем получали уже неволумаб. Мы знаем, что его нужно начать в течение длительного времени. И все они получали неволумаб уже по окончании фазы индукции. И вопросы, которые ставили перед собой исследователи, это какова токсичность этих двух режимов лечения и какова эффективность. Чего все-таки лучше начинать и что будет менее токсично. Вот интересные данные, которые получены. Если мы берем оба варианта лечения и начало с терапии с неволумабом или с ипелемумабом, то примерно иммунопоследовательная токсичность на протяжении обоих индукционных периодов сопоставима. Но если мы берем пациентов, которые начинают лечение с ипелемумаба, мы видим, что уже на первом периоде индукции, когда они получают ипелемумаб, у них частое токсичность довольно высокая примерно у каждого четвертого пациента. И эта токсичность остается и на фоне второго периода, когда они получают уже неволумаб, то есть токсичность, запущенная ипелемумабом, сохраняется. И она сохраняется и в дальнейшем на уже поддерживающем периоде, когда они также продолжают получать неволумаб, но токсичность, она появилась и она, к сожалению, сохраняется. А если мы оцениваем пациентов, которые получали изначально неволумаб, то токсичность в первом периоде на фоне лечения неволумабом невысокая, она достигает максимума на периоде к располучению изначально ипелемумаба и в дальнейшем несколько снижается. То есть мы, если разбираем по токсичности этих периодов, то, конечно же, токсичность ипелемумаба, она здесь прослеживается. И спектр числа объективных ответов также была оценена уже за весь период лечения. Всё-таки комбинация последовательности начала терапии с неволумаба, с блокатора ПД-1, с последующим переходом на пелемумаб, она более эффективна. Мы видим, что числа объективных ответов достигает 56% по сравнению с 30% у больных, начинающих лечение с эпелемумаба. То есть, в принципе, более показательные знаменитые водопады, отражающие уменьшение опухолевой нагрузки на фоне лечения, комбинация неволумаб и пелемумаб в сравнении с переходом пелемумаба на неволумаб, довольно примерно в два раза более эффективна по сравнению с своим сравнительным режимом. И самое главное, конечно, то, что мы добиваемся, влияние на общую выживаемость, также отчётливое преимущество всё-таки начала терапии с неволумаба, с ингибитора ПД-1. Мы видим, что медиана общей выживаемости для пациентов, начавших лечение с ингибитора ПД-1, она ещё даже не достигнута. То есть, явно преимущество именно с такой последовательностью назначения. Ну и, в принципе, эти доказанные данные, они уже отражаются просто в рекомендации, как мы уже в конце упомянем об этом. Уже препараты-блокаторы ПД-1, они уже выведены, скажем так, на первую линию лекарственной терапии, и пелемумаб уже перенесён на вторую линию терапии препаратами. Буквально два слова о ПД-Л1. Это легант к ПД-1, который экспрессируется на опухолевых клетках или на клетках микроокружения, и который является известным негативным прогностическим маркером, поскольку именно он блокирует, скажем так, активные Т-лимфоциты цитотоксические. Поэтому он определяет более агрессивный фенотип не только меланомы, но и многих других столидных опухолей, которые здесь перечислены. И если мы оцениваем экспрессию этого леганда, то у больных, имеющих более высокую экспрессию, эффективность препаратов, блокирующих ПД-1, выше. Мы видим почти в 2-3 раза эффективность и пембролизумаба, и негулумаба, и других препаратов, которые относятся к этой же группе, она выше у больных, имеющих, вернее, опухоли которых, имеют большую экспрессию этого леганда. Но в отношении меланомы ценность этого маркера до сих пор не установлена. Наверное, здесь просто требуются более углубленные исследования, поскольку недостаточная достоверность, недостаточная воспроизводимость исследования экспрессии ПД-1 для меланомы. Из-за того, что опухоли неоднородны, из-за того, что различные источники определения мы можем определять в операционном материале или в архивных блоках. Поэтому, в принципе, для выбора лечебной тактики, для лечения меланомы этот маркер не используется. Хотя при ретроспективном исследовании тех исследований, которые уже были проведены, можно установить, что при более высокой экспрессии ПД-1, более 5% границы, эффективность сопоставима как негулумаба, так и его комбинацией. А если мы говорим о меньшей экспрессии, то здесь эффективность комбинации превалирует. Можно так косвенно, с натяжкой, наверное, предположить, что у пациентов, имеющих низкую экспрессию ПД-1, может быть, больше склониться нужно в сторону выбора комбинации двух препаратов, которые тоже зарегистрированы как стандарт лечения первой линии. Эта же разница прослеживается и в частоте объединенных ответов. При большей экспрессии ПД-1 более 5%, эффективность комбинации достигает 70%. По сравнению с 54% у больных, имеющих низкую экспрессию. Ну и буквально два слова о той проблеме, о которой мы говорили, о высокой токсичности и о том, что многие пациенты, напомню, до 70% пациентов завершают лечение из-за именно выраженных иммунопоследованных осложнений. Исследование Checkmate 069, около 100 пациентов, из них треть завершила лечение из-за токсичности. Но посмотрите, частоте объединенных ответов, она абсолютно одинакова и у пациентов, получивших лечение в полном объеме, и у пациентов, прекративших лечение. 60% и в той, и в другой группе. То же самое мы видим и здесь. Вторая графика – это больные, которые завершили лечение из-за токсичности. То же самый регресс, уменьшение опухолевой нагрузки на 70%, как и у больных, получивших полный курс. Поэтому вопрос о том, в оптимальной длительности лечения, даже не знаю, вопрос ли о дозе препаратов, конечно, будет обсуждаться и, наверное, требует просто дальнейшего исследования и принятия решения. Самое главное – это выживаемость. Также у больных, которые завершили лечение из-за токсичности, не отличается принципиально от выживаемости больных, получивших весь курс лечения. Ну и как раз это рекомендация НССН, одновленная буквально в июле этого года, это уже третья версия этого года. Первая линия терапии – это или монотерапия блокадрами ПД-1 или комбинация красневолумаба и эпилюмаба, которые мы только что обсуждали. А монотерапия эпилюмабом, она уже закономерно отнесена на вторую линию терапии уже при исчерпании эффекта первой линии. Ну и в завершение, еще раз подчеркну, что меланома – это опухоль с высокой частотой мутацией, и высокая частота мутации опухоли всегда имеет предпосылки для большей эффективности иммуно-онкологических препаратов, что мы и наблюдаем в отношении как эпилюмаба, так и в отношении блокадров ПД-1. ПД-1 доказано более эффективно, чем эпилюмаб, как в частоте объединенных ответов, так и в длительности их, и влиянии на общую выживаемость. В принципе, применение препаратов этой группы может обеспечивать выживаемость и обеспечивает выживаемость длительную излечение даже довольно большой части пациентов. И тоже подчеркну, что эти препараты этой группы могут применяться у больных, имеющих меланому кожу, вне зависимости от наличия мутации или отсутствия мутации в гене-бераф. То есть, в принципе, практически все пациенты, страдающие меланомой кожи, могут рассмотреться как кандидаты для получения терапии препаратами этой группы. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Игоревна. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду, микрофон дает. Сейчас, секунду. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Анна Игоревна. Очень хороший доклад. Все уложилось в голове, пословно. Я хотела бы задать такой вопрос. Есть ли по данным литературы в представленных исследованиях какие-то акценты на изучение эффективности, влияния на эффективность использования данных препаратов именно у пациента с метастазами в головной мозг? Спасибо за вопрос. В принципе, это тот вопрос, который еще не решен, который требует обсуждения. Опять же, буквально готовясь к этому сообщению, еще раз посмотрели рекомендации НССИН. Пока нет данных ни за, ни против. В некоторых исследованиях пациенты полностью исключались с поражением головного мозга от участия даже в этих исследованиях. У некоторых, у большинства пациентов требовалось, возможно, было их наличие, но стабильное состояние. То есть, ну, в принципе, таких вот объективных, точных данных об эффективности препаратов именно под поражением головного мозга пока еще мы не обнаружили. Я думаю, что просто еще в процессе. Спасибо. Лёв Михайлович, пожалуйста. Диляром права. Вы нам открыли глаза на некоторые вещи. Это интересно. Но я вот о чем хотел спросить. Когда Вы говорите об экспрессии вот леганда, ПД-1, то там теоретически может быть три материала. Или это клетки в крови. Я помню, что Вы что-то упоминали, но вскользь клетки в крови, ну, скажем, можно выделить лимфоциты те же. Затем опухолевые клетки непосредственно и иммунные клетки в опухоли. Так чему отдается предпочтение? В литературе я имею в виду. Потому что Вы там сказали меньше 5%, больше 5%, но не сказали, в каком материале это делалось. Экспрессия оценивается в основном в опухолевых клетках. И в клетках микроокружения, то, что это и фибробласты, и... То есть это бывшие меланоциты, да? Да, да, да. Спасибо. Еще, пожалуйста. Я хотела у зала спросить. Поднимите, пожалуйста, руку, кто имеет опыт применения любого иммуно-онкологического препарата. Рубкая рука. Две, три. Спасибо. Павел Иванович, а то, что Вы выписывали пациенту пока... В процессе. В процессе? Интересно, куда ваш рецепт пойдет? В процессе выписывается. А у Вас не было... А есть какая-нибудь инсайдерская информация о том, когда Вы пододобрили эти препараты в России? Это так? Нет, что тут пододобрили. Сказать же... Препарат в мае, эпилемумаб, зарегистрирован в Российской Федерации. Скоро он появится уже на рынке. Наверное, мы обратимся сейчас... Или появился уже, да? Сейчас мы обратимся к представителям фирмы. По поводу неволумаба, пембролизумаба, может быть, что-то нам скажут представители фирмы, если они здесь есть. Здравствуйте, коллеги. Да, если вы можете уже доступны на рынке с... Региональный менеджер Market Access компании Bristol Marscript, Додона Фарентин. Препараты эпилемаб уже доступны на рынке, буквально с сентября месяца. А что касается препарата неволумаба, планируется регистрация в начале следующего года. Ну и доступ, соответственно, через несколько месяцев после регистрации. Я хочу еще добавить, что в настоящее время в нескольких центрах Российской Федерации проходит программа по широкому доступу препарата неволумаб, что дает возможность, конечно, лечения данных пациентов с локализациями немелкоклеточный рак легкого, рак почки. Ну, меланомы, по-моему, нет, только исследования клинические были, да? Ну, во всяком случае, это возможность, возможность лечить пациентов. У нас в нашем институте вот идут эти обе программы, поэтому если у вас есть пациенты с данной локализацией, повторяю, немелкоклеточный рак легкого и рак почки, вторая и последующая линия лечения, то можете к нам отправлять пациентов, созваниваться с нами и направлять пациентов, мы постараемся вам помочь. До конца года пациентов можно сочетать? Да, до конца года, до 31 декабря. То есть, если у вас есть пациенты, направляйте прямо непосредственно сейчас, потому что в начале года собирается фирма уже зарегистрировать препарат, после этого данная программа будет закрыта. Больше вопросов нет. Спасибо, Анна Игоревна, спасибо большое. Позвольте.